Приветствую тебя, дорогой друг, на связи Павел Тернышов и в этом видео у меня для тебя есть важная новость. У меня в сети появился фейк, который разводит моих партнеров, подписчиков и клиентов на деньги, выдавая себя за меня. Причем у него есть идентичные страницы, которые точности похожи на мою страницу ВКонтакте, у него точно такой же скайп, у него точно такой же телеграм-чат и более того, у него даже голос похож на мой. В этом видео я подробно тебе расскажу, как не попасть на фейк, как перепроверить свой аккаунт и как быть более осторожным и бдительным при работе с инвестиционными проектами. Итак, давай начнем. Хочешь получить 1000 рублей на халяву? Тогда подпишись на мой канал, нажми на колокольчик, поставь лайк и оставь свой комментарий прямо под этим видео. Подробности по ссылке в описании. Когда я только узнал о том, что у меня в сети появился фейк, о том, что он моих партнеров и подписчиков разводит на деньги, в наглую, причем разводит, я особо сильно не задался этим вопросом, не заморочился этим, потому что это были единичные случаи. Ну, я подумал, человек позанимается этой, как говорится, херней 1-2 месяца-3, ну и завяжет на этом. Все-таки это нечеловечно, как-то совсем бессовестно. И, в общем, я думал, карма его загубит. Но прошло уже более трех месяцев, и я вижу, что ко мне каждую неделю уже начали обращаться пострадавшие партнеры, которые вначале, конечно, возмущены. И, Павел, как так, вы меня развели на деньги, а потом, когда я им объясняю ситуацию, они в легком шоке прибывают. Как такое могло вообще с ними произойти? Причем суммы, которые эти люди доверяют этому фейку, очень даже серьезные. Кто-то вкладывает тысячу долларов, кто-то две, кто-то даже пять тысяч долларов. И у меня даже иногда складывается впечатление, что этот фейк зарабатывает, может быть, даже больше, чем я. Поэтому в данное видео я постараюсь максимально, дать максимальные инструкции для того, чтобы вас предостеречь от этого фейка. Первое. Если вы сегодня уже есть у меня где-то в друзьях, ВКонтакте, в Телеграме, либо в Скайпе, то я вам рекомендую прямо сейчас зайти на мой блог, официальный блог упало.ру, перейти в раздел «Контакты» и сверить те контакты, которые расположены на моем блоге, с теми контактами, которые у вас есть в друзьях. Сверяем именно адрес страницы. Не смотрим на фотографию, не смотрим ни на какие элементы, потому что его страница ВКонтакте точно такая же, как и моя. Более того, он даже копирует все посты с моей страницы, и я даже сам не сразу смог сообразить, что это не моя страница. Второе. Точно так же заходим в свой Скайп, если у вас есть друзья в Скайпе, и сверяем тот Скайп, логин Скайпа, свой с тем, который указан у меня на блоге. И аналогичную процедуру проделываем с Телеграм. Вот это три основных мессенджера, где я сегодня общаюсь. У меня, конечно же, еще есть WhatsApp. WhatsApp у меня зарегистрировано на номер, который вы сейчас видите на экране. 707-624-7244. Этот же номер у меня указан на моем официальном блоге у Павла.ру. Вот поэтому перепроверьте все вот эти контакты. Возможно, у вас в друзьях нахожусь не я, а мой фейк, который рано или поздно вас разведет на деньги. Причем на очень серьезные. Ни в коем случае не вкладывайте свои деньги в те проекты, которые я, либо кто-то, если будет выдавать себя за меня, предлагает вам в личку в Скайпе, ВКонтакте, либо в Телеграме. Вкладывайте свои деньги только в те проекты, которые опубликованы на моем официальном блоге у Павла.ру. Если вам кто-то пишет ВКонтакте, либо в Скайпе и предлагает вложить деньги в какой-то проект, заходите на мой блог и смотрите, есть ли этот проект у меня на блоге. Если он есть, тогда, возможно, это действительно я вам предлагаю этот проект еще раз и на него стоит инвестировать. Если же вы увидите, что этого проекта у меня на блоге нет, значит, скорее всего, вам предлагают данный проект фейк. Проигнорируйте это сообщение, не отвечайте ему ничего и даже не пытайтесь с ним созвониться и поговорить голосом, потому что его голос, как мне говорили мои партнеры, подписчики, очень-очень сильно похож на мой. Ну и третья рекомендация. Если вы соберетесь меня добавлять к себе в друзья в ВКонтакте, в Скайпе, либо в Телеграме, то делайте это, пожалуйста, с моего блога у Павла.ру. Заходите на мой блог, раздел «Контакты» и вот оттуда кликайте по соответствующей ссылке, там, где вы хотите меня добавить в друзья. ВК, Скайп, Телеграм, либо там, Ватсап, где-то еще. Вот именно с блога добавляйте меня в друзья, а не с каких-то других источников, потому что этот фейк может раскидывать свои фейковые аккаунты под моими видео на YouTube, он может даже писать где-то в каких-то других местах свои контакты, и вы сразу и не сообразите, мой ли это контакт или не мой, потому что он очень может быть похож на мой. Буквально одна точка, он поставит уже логин другой, уже все. С вами будут общаться не я, а этот мошенник. Давайте прямо сейчас перейдем к экрану моего компьютера, я вам покажу, как этот человек общается с моими партнерами, каков и какова его структура диалога, выстраивания, на что он покупает людей и, скажем так, вызывает доверие. И в дальнейшем, я думаю, вам будет даже немножко проще и быстрее вы сможете сообразить, фейк это или не фейк. Первое, с чего хочу начать, это то, что вот у этого фейка на текущий момент создана вот такая фейковая страница ВКонтакте, мы видим, что здесь используется моя фотография, мой блог указан, подробная информация обо мне. Видим вот этот скайп, кстати, он был раньше действительно моим скайпом, и он у меня работал, но потом кто-то его взломал, либо заблокировал на текущий момент этот скайп, я им не владею, это уже не мой скайп. Номер телефона мой, вот этот он у меня работает, блог, конечно же, мой. Фотографии тут все с моей странички ВКонтакте используются, видим, что практически все посты, которые я публикую из себя на странице, он публикует не на своей странице. По количеству друзей у нас очень все похоже. В чем подвох? В том, что этот человек, когда вы добавляетесь к нему, друзья, он вам предлагает проекты в личку. Я тоже иногда ВКонтакте предлагаю проекты в личку, но только те проекты, которые у меня размещены на блоге. То есть я никогда не предлагаю проекты ВКонтакте в личку, которых у меня нет на блоге. Вот этим вы можете и перепроверить, фейк с вами общается или не фейк. Я знаю только об одной вот такой странице у него ВКонтакте. Может быть, у него есть какая-то еще другая страница, я не в курсе, но вот я наткнулся на нее. Запомните адрес. Дальше. Вот два, вы видите, два фейковых скайп-аккаунта. Вот первый, вот второй. Отличается только тем, что на конце 1П и 2П. Опять же, вот про этот скайп я сказал, да, он раньше был мой, но потом его кто-то мне заблокировал. Я с ним сейчас не владею. Аналогичная ситуация и с первым скайпом. А раньше это был мой скайп, я им владел, и я пользовался этим скайпом, но потом меня кто-то его заблокировал. В общем, я больше не смог зайти вот в этот скайп. Поэтому вот эти два скайпа, они сейчас мне не принадлежат, и они не мои. Теперь смотрим на скрины, которые мне прислали мои подписчики и партнеры, которые уже пострадали от этого мошенника. Что он пишет? Вот видим, вот так его фотография в скайпе располагается. Вот он, адрес указывает моего второго сайта, да, пишет Павел Чернышев. То есть, все окей, как бы адрес мой, фамилия мое. Теперь смотрим на проекты и на ссылки, которые он предлагает. Людмила, я хочу порекомендовать хороший проект со страховкой. Вчерашняя выплата, что 20 долларов из проекта, скриншот предлагает и регистрация тут. Проект называется framehomers.org. Ни разу не работал с одним проектом, ни разу у меня не было его на блоге. Я даже вообще не в курсе, что это за проект. Дальше он пишет, что есть страховой фонд в размере 5000 долларов. Страховой фонд мне выделен администрацией для продвижения проекта. Это ежедневный вот процент, водоходность до 70% за 50 дней, предлагает скриншот. Павел, два адреса одинаковых, южерская, это точно вы, естественно, Людмила. Но Людмила заподозрила, и возможно, Людмила даже вышла на меня в ВКонтакте, либо где-то в другом ресурсе и перепроверила, и возможно, она даже не попала на этого мошенника. Дальше. Вот следующая жертва, с которой он переписывался. Здравствуйте, Павел, что скажете по поводу платформы, которую я вам предложил? Он пишет, я беру проекты на блог только с листингом, если знаю администратора. Ну, во-первых, опять же, это утверждение неверное. Лично я никогда не беру на блог проекты только с листингом. Я беру в первую очередь только те проекты, которые мне нравятся, в которых я вижу перспективу и возможно заработать, а уже потом пытаюсь с администрацией договориться о листинге, если они мне его могут выделить. Да, при чем тут блог Павла? Вы сами не хотите зарабатывать. Но и тут, в общем-то, ситуация развернула, что ему навязывают проекты, и он начал оскорблять этого человека. Значит, дальше скриншот с выплатами он предлагает, видимо, какой-то. Ну, он регулярно предлагает скриншоты, подтверждая, что все хорошо, все платится. Так, дальше. Хотела бы вложиться в ваш проект, проект на блоге. Пишет партнер. Павел, вы тут? Мой мошенник отвечает. Приветствую, сейчас занят. Пишите, какой именно Наталья? Хочу предложить, какой именно Наталья? Не дождавшись ответа, видимо, от Натальи, он предлагает свой проект. Наталья, я хочу предложить надежный проект администраторам, знакомым по предыдущим проектам, заработать, от меня же страховка за 2000 долларов на участника. Это, конечно же, нереальные цифры, и никто таких страховок не дает в хайп-индустрии. Вот, поэтому вот именно, наверное, этот факт и подкупает многих партнеров и клиентов доверять этому мошеннику по 1000, по 2, по 3000 долларов. Так, вот более полный скриншот этого сообщения. 2000 долларов на участника в случае форс-мажора до безубытка. Страховый фонд не выделен администрацией для поддержки продвижения проекта. Рефбэк 100%, а это 6% от сделанного депозита. Позавчерашняя выплата из проекта 820 долларов. Ежедневные выплаты, доход на 70 в месяц. То есть сумасшедшие проценты, сумасшедшая страховка. Отличная выплата большого размера. Депозит работает бессрочно, еще и пожизненные доходы. Ну, офигеть, как говорится, не встать. Поэтому люди и подкупаются на это. Далее, вот партнер тоже, видимо, заподозрил какую-то неладность. Почему два скайпа, почему немножко отличается. Кто из них есть, я. Ну, я ему в конце потом ответил, что мой скайп такой-то. Так, на скрине в скайп приходят такого рода сообщения. Вы отправляете их. Привет, я хочу предложить надежный проект администрации. Но опять то же самое сообщение мы видим. Бла-бла-бла, который мы уже прочитали. Проект здесь предлагает уже другой. Clevers Companies какую-то. Вот, не в курсе, что это за проект вообще. И ни разу у меня на блоге его не было. Дальше, следующее сообщение. Привет, Павел. Ну, партнер, опять же, мне пишет. Clevers Company, я зарегистрировался по твоей ссылке. Я хочу предложить надежный проект. Администратор знаком. То есть, партнер скидывает мне сообщение, которое ему скинул мой мошенник. Ну, и, соответственно, здесь ситуация получилась такая, что проект, видимо, закрылся уже. И партнер обратился к этому мошеннику, за тем, чтобы он выплатил ему компенсацию обещанную. Ну, конечно же, никакой компенсации он не получил. Дальше, следующий партнер. Партнер мне сообщил информацию о том, что вот в сети орудует мошенник. Благодаря этому человеку я, ну, увидел, нашел вообще вот эту фейковую страницу свою. Что она мне пишет? Добрый день, Павел. Мошенники под вашим именем в Skype работают каждый день. И к нему, как я поняла, попадает немало дураков, как, в принципе, и я. А, я тоже попала к нему. Что-то нужно с этим делать. Это страница ваша или тоже мошенник? Я пишу, нет, это мошенник. Вот, соответственно, партнеры многие все же догадываются о том, что мошенники разводят моих партнеров по-крупному на деньги, а потом мои партнеры, подписчики, зрители думают о том, что это настоящий Павел Чернышев, такой вот мошенник, лоховод и нехороший человек. Далее, следующий человек добавляется в Skype к мошеннику и пишет, что Павел посмотрел вашу группу, хочу инвестировать в один из тестируемых вами проектов, очень хотелось бы вашего совета, какой проект надежнее. И партнер пишет, вот, например, посмотрела, вы тестировали вот этот проект с companyonline.com, что можете сказать? Да, такой проект у меня есть на блоге, работает по текущий момент, когда записываю данное видео. Мошенник отвечает, этот проект, думаю, пришел ненадолго. Юлия, хочу порекомендовать хороший проект со страховкой, вчерашняя выплата 320 долларов из проекта, предлагает скриншот и скидывается Юлия в ссылку. Опять же, вот эти все проекты, которые он предлагает, он сам является в них администратором, и все деньги, которые вы вложите в этот проект, вы их там потеряете, потому что никто вам оттуда ничего не вернет. Далее, следующий скриншот, здесь мы видим просто переписку этого мошенника с одним из моих партнеров. Видим, опять же, что у него теперь, скайп немножко по-другому, да, переименован, статус у него, в общем-то, тот же самый абсолютно стоит, что и у меня. И пишет вот, что мне также выделен страховой фонд в размере 5000 долларов для моей структуры с 9 июля. Вопрос от партнера, а вы раскручивали реинвестами депозит, ну и так далее, идет переписка. В общем, мошенник говорит, что все будет чики-пуки, страховка есть, проект суперский от проверенных админов, от меня рифбэк стопроцентный, бла-бла-бла. В общем, максимум плюшек для того, чтобы раскрутить человека на максимально возможную сумму. Дальше идем, сообщение от Вячеслава, опять же, это когда он уже сообразил о том, что вы развели на деньги, он пишет мне, Павел, типа того, что эти сообщения вы мне в скайп кидали. Ну, я ему, конечно, отвечу, отвечаю о том, что нет, Вячеслав, это не я, это мой мошенник, к сожалению, на него нарвались и так далее. Конечно, я более чем уверен, что партнеров, которые пострадали от этого мошенника, намного-намного больше, чем я вам тут показал скриншотов. Это совсем малая часть тех людей, которые все же сообразили, рано или поздно, либо дошли до того момента, и они поняли, что их развели на деньги, и о том, что есть настоящий Павел Чернышов, есть фейковый аккаунт. И вот спасибо всем этим партнерам за то, что скинули свои скриншоты, и я мог записать для вас вот это видео. На текущий же момент я всем рекомендую, прежде чем добавляться ко мне в скайп, это зайти на мой блог у павла.ру, перейти нужно в раздел «Контакты», он находится в верхнем правом углу, и добавляться ко мне в друзья только вот с этой страницы. Здесь указана моя официальная страница ВКонтакте, вот такой у нее адрес Павел Чернышов. Прям нажимаете на эту ссылочку, и вы попадаете на мою официальную страницу. Так она выглядит сегодня. Далее, если хотите добавиться ко мне в скайп, то нажимаете вот на этот скайп, прямо сюда жмете, и вы автоматом переадресовываетесь на мой скайп. Если хотите добавиться ко мне в телеграм, то, соответственно, просто кликайте вот на эту кнопочку. То есть ничего не нужно копировать, просто нажимаете на эту гиперссылку, и вы автоматом добавляетесь ко мне в друзья. Вот здесь также ниже указаны все мои другие ресурсы, публичные сети, можете с ними ознакомливаться. На этом у меня все. Благодарю вас за внимание. Надеюсь, вам данное видео было полезно, интересно. Если оно вам понравилось, то ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, чтобы быть и дальше в курсе важных новостей и событий на моем YouTube-канале и на моем блоге. И напишите в комментариях, сталкивались ли вы уже с этим мошенником, который выдает себя за меня. Развел ли он вас на деньги, если да, то на какую сумму. Возможно, он пытался вас развести на деньги, но вы заподозрились что-то неладное и ушли от развода, да, и не попались на эту уловку. Вот, возможно, какие-то еще у вас ситуации были в этом плане с моим фейковым аккаунтом, либо мошенником, который выдает себя за меня. Напишите в комментариях, пишите свою ситуацию, с которой вы уже сталкивались. Мне будет полезно и интересно почитать. И многим моим партнерам, текущим и будущим, тоже будет это полезно почитать, для того, чтобы они понимали, насколько ситуация на самом деле неприятная и серьезная. Потому что из-за невнимательности можно потерять очень серьезную сумму денег. На связи был Павел Чернышов. До встречи в следующем видео. Пока-пока. Также рекомендую тебе посмотреть и другие видео по данной теме на моем YouTube-канале. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok